Транзакции и триггеры Здравствуйте! С вами снова я, Андрей, и тема нашего сегодняшнего урока Транзакции и триггера. Давайте посмотрим, что такое транзакции. Транзакции это, в принципе, когда мы последовательно выполняем несколько запросов друг за другом. К примеру, вначале добавляем какие-то данные, потом изменяем какие-то данные. Зачем это нужно? К примеру, если мы будем использовать перевод средств с одного счета на другой. Здесь мы имеем следующее. Мы добавляем данные на другой счет, а с первого счета мы вычитаем данные. Как минимум, у нас есть уже два запроса. Уменьшение данных с первого счета и увеличение данных во втором счете. Также к этому всему мы можем добавить, что транзакция прошла успешно. Выполнить селек. Соответственно, в таких случаях мы будем использовать транзакции. И для выполнения транзакции нам необходимо объявить старт транзакшн, а затем после старт транзакшн мы будем выполнять по очереди запросы. И если все прошло успешно, соответственно, мы после этого выполняем коммит. Это значит, что все запросы выполнились успешно. А если мы допустим ошибку в транзакции, например, при переводе средств у нас на одном аккаунте недостаточно денег, чтобы перевести, то тогда, соответственно, мы можем откатить с помощью rollback. Соответственно, все эти запросы, они то выполняются, то есть после этих запросов данные добавятся в нашу таблицу. Только если мы выполним rollback, то все эти запросы откатятся обратно. В таблице наши данные будут записаны так, как они были записаны до этого. Без вот этих вот новых данных. Давайте перейдем в MySQL Workbench и выберем базу данных в SHOPDB. Соответственно, я выполняю этот запрос. Видите, уже выбрана база данных в SHOPDB слева. Теперь, соответственно, удаляю таблицу MyUsername, если она есть. Но удаление не выполнилось, потому что у нас нет такой таблицы. И MyUsertail. То есть все эти три таблицы, MyUsername, MyUsertail и MyUserInfo мы удаляем, если они есть. Ну и, соответственно, теперь, пока мы их пересоздаем. Создаем таблицу MyUsername, у которого будет ID, целое значение, autoincrement. Это будет первичный ключ. Создаем. И также здесь будет имя, FirstName и фамилия, LastName. Они будут строкового типа. Видите, варчар на 25 символов каждый. Теперь создаем таблицу MyUsertail. Здесь у нас, соответственно, будет ID конкретного телефона. Также, autoincrement при добавлении каждой новой записи будет увеличиваться на единицу. Также это будет первичный ключ. И ID пользователя. То есть ID пользователя, это ID, будет указывать на пользователя с таблицы MyUsername. Видите, оно должно быть уникальное. И указываем внешний ключ, что ID пользователя указывает на таблицу MyUsername, IDTest и MyUserInfo. Здесь у нас также у него будет ID, ID пользователя и дата рождения. Это в основном будет информация о пользователе. И смотрите, ID User опять ссылается на таблицу MyUsername и на поле IDTest. То есть все эти таблицы между собой связаны и обеспечивает целостность. Давайте сейчас перейдем к самим транзакциям. Будем добавлять данные. Смотрите, вот у нас StartTransaction. Я здесь отступ сделаю между транзакцией и запросом. Смотрите, выполняем StartTransaction. О, выполнилось. Теперь добавляем в MyUsername пользователя из фамилии. TestName 0, LName 0. То есть тестовые данные какие-то мы с вами добавляем. Добавили. И теперь давайте выполним коммит после этого. Также поставил на него курсер. И выполняем. И теперь давайте выберем все наши данные из таблицы MyUsername. Да, наш пользователь действительно добавился. Того, которого мы только что добавили. Теперь давайте рассмотрим следующую ситуацию. Здесь мы рассмотрели с чем? С коммитом. А мы сейчас рассмотрим с роллбэком. Опять. Начинаем транзакцию обязательно. Потом добавляем данные сюда. Добавили. Так, теперь давайте роллбэк. И выбираем данные с таблицы MyUsername. Смотрите. RollTest1 и RollTest1 также не добавились. Добавились только TestName и TestName 0. Все это потому, что мы с вами выполнили роллбэк на 51-й строке. Давайте теперь выполним несколько запросов. Вот, запускаем транзакцию. Затем добавляем запросы. Смотрите. Здесь у нас идет ID последнего пользователя. Соответственно, почему 3, сейчас разузнаем. Например, давайте сначала сделаем выборку со всех пользователей. Мы только что выполнили коммит вот этих вот трех запросов. Давайте сейчас сделаем выборку всех наших пользователей из таблицы MyUsername. Для этого смотрите. Первого там ID TestName 0. Вот, первый у нас был ID 1. Дальше у нас ID 3. Скажете, а почему ID 3? Почему не ID 2? Да потому что мы с вами выполняли этот insert, который добавил вот этот вот ролл тест 1 и ролл тест 2. И, соответственно, им присвоилось ID 2, так как предыдущее значение ID было единицы. Но затем мы откатили транзакцию обратно, и, соответственно, состояние таблицы вернулось обратно. И когда мы добавили еще одного пользователя, то состояние то откатилось, но счетчик ID, он не откатывается по умолчанию. Как откатить ID, вы, в принципе, знаете. Мы это рассматривали в прошлых уроках. Вот, и теперь, получается, для этого же пользователя TestName 0, TestLName 0, соответственно, мы добавили телефон, и мы добавили данные о его дате рождения. Вот, видите, юзер ID 3, то есть это юзер инфу, и телефон. Соответственно, тот телефон, который мы с вами добавили только что. Хорошо, давайте роллбэк выполним. Так, запускаем транзакцию, теперь добавляем 3 запроса. На этот раз у нас идет четвертый пользователь. Вот, соответственно, для его ID мы выполняем. Выполняем роллбэк, и теперь делаем выборку. Так, видим, что в MyUserName не добавился четвертый пользователь, в MyUserInfo. Также четвертый пользователь не добавился. Здесь информация только о третьем, в который мы добавили только что. И MyUserL также не добавился. Хорошо, теперь мы с вами посмотрели, как закоммитить и роллбэк обратно. Давайте сделаем, чтобы какой-то определенный запрос выполнился, а откатилась только часть. Например, где-то ошибка выполнилась. Для этого мы запускаем транзакцию. Так, теперь добавляем SavePointTest. И теперь, соответственно, вот здесь вот мы указываем точку, в которой мы будем откатываться. То есть, как это будет? Вот этот вот запрос, который идет до этой точки, он закоммитится нормально, а запросы, все, которые после этой точки, откатятся обратно. Смотрите, устанавливаем точку, выполняем. И теперь добавляем следующий запрос. Так, теперь откатываемся к точке, видите, роллбэк ту сейфпоинт. И указываем имя вот этой вот точки. Да, это имя также может быть произвольным. Не обязательно его называть сейфпоинт-трайм. Это как вы переменные называете в языках программирования. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Редактор субтитров А.Семкин